понятненько но я я не в бункере вот что привет володя привет все наши слушатели это наш какой выпуск ну как я понимаю уже 4 прошлый был 3 да значит это наш четвертый выпуск бородатого подкаста любомир борода и вова менли мы на связи всем привет ура давно давно не слышались как твои дела да да давно мы что-то неделька выпало у нас дела ты знаешь как будто жаловаться не на что но так много суеты вокруг происходит и как будто я от выхлопа от этой суеты получаю не так много сколько вкладываю и у меня какое-то знаешь ну не то что я не могу это за каким-то отчаянием но я как будто очень сильно от осознания этого устаю то есть я как я что-то делаю свою чуть как куда-то бегаю а потом получаю какой-то выхлоп но я имею ввиду даже не финансовый выхлоп деньги все-таки вторичная в плане а вот моральный вот выхлоп удовлетворения когда который ты получаешь от хорошо проделанной работы вот его как будто меньше от затраченных усилий и вот у меня накапливается вот эта усталость уже вот третью неделю наверное я хочу устроить все какие-то знаешь выходные максимально бесполезные то есть я прям хочу вот прям день не знаю ничего не делать день кушать смотреть сериалы и прям вот изолироваться может даже соц сетей хотят это сложно такое бывает как у меня это у меня часто такая фигня вот но у меня по-другому я просто работа 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 потом организм сам такой просто да там есть заказы не заказы какие-то там впечатления или еще что-то но организм тебя типа выключают и тебе ничего не интересно у тебя происходит полная какая-то апатия и да туполь хочется лежать и вообще ничего не делать спать там выключить все вот ну да 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 говори а ну давай а насчет того что но получать какую-то да там удовольствие от проделанной работы тоже есть такое у меня вот последний месяц наверное вот март практически весь такой был я почему-то так вот прям усиленно пытался работать заставлял себя пилил все время какой-то ну как я считаю достаточно качественный контент я что-то все фотографировал постоянно что-то выкладывал продумывал а в обратку я практически ничего не получал я такой думаю ну блин ощущение что все вымерли вот и как ты знаешь там тоже не то чтобы денег а вообще знаешь ну как то вот нет никакого общения люди куда-то все пропали короче вот но сначала апреля как будто что-то прорвало знаешь оно все все заработало и ты так понял что но это все было не зря с запозданием но она она сделала свое дело я хоть все немножечко приободрился наверное все таки весна влияет на людей они оживают но просто смотря какая весна вот у вас какая весна у нас например почему-то она никак не хочет наступить ты такой вроде смотришь выходит солнышко и уже такой довольный я даже один раз солнечные очки надевал я я один раз очки одевал но это было даже пару недель тому назад то есть я так и прям был один солнечный день и я одел ну ты знаешь я никогда не верил в приметы ну знаешь что бабкины сказки все такое отношение но вот кто-то в компании кто-то сказал фразу но так еврейская пасха позже наступает в этом году значит и весна будет позднее я такой сижу и думаю блин как будто все подтверждает примету и я такой а я просто знаешь сравнил ну по факту просто сезонность сменилась теплый сентябрь был значит стопудово будет холодный март вот единство что апрель подводит ну да ну мне кажется сейчас будет просто какой-то вот оно вот так вот еще немножко покапризничает а потом резко просто начнется лето ну да как как обычно я жалуюсь нет времени походить в демисезонной одежде знаешь у меня куча куча курточек классных которые купил там начиная от косук не сильно толстых каких-то заканчивая просто какими-то прикольными курточками которые хочется поносить под пайточку может там футболку и так далее а по факту всегда происходит так что зимние куртки перепрыгиваю в шорты и футболку ну так же но еще есть такая это вот так нормально меня слышно на всякий случай дальше вот и есть еще такой классный лук когда толстовка с капюшоном до худи и шорты вот вот этот хотя бы застать мне нравится ну это для меня мой это мой лук лето ведь вечер лето знаешь когда немножко прохладно можно худи одеть но как-то ногам не холодно ну немножко мы уже в одежду ударили нет по поводу по шмоткам как раз рения нормально же или ты не хочешь про шмотки разговаривать или ты про я готов я просто я просто хотел немножко вернуться по поводу выхлопа кто-то мне сказал тоже что я у меня скорее всего выгорание я вы долго думал над этим выгорание ли у меня то есть не прям а вдруг я просто но присытился тем что я делаю и нужно на что-то переключить фокус и ну а жить но по факту я пришел к выводу что скорее все это не выгорание это я просто знаешь загнал сам себя потому что мне интересно ну развиваться то есть мне хочется вкладывать какие-то силы я конечно упираюсь во всякие стены это которые ну просто то что зависит от меня то есть если что-то зависит от других людей это все происходит долго то есть мне приходится ждать сидеть а хотя я готов двигаться дальше но к сожалению я не все могу сделать вот я понял что вот это вот ожидание она меня еще угнетает она еще подкидывает дровишек в этот огонь и усталости что я например ставлю кому-то задание но это в основном дизайнеры там либо еще что-то тз пишу какое-то вот я ставлю задание и вот она начинает все размазываться то есть во времени я понимаю что вот получил бы я сейчас результаты я бы двинулся бы приступил на ступеньку вверх я бы уже развивался но этого не происходит потому что какой-то внешний фактор меня сдерживает я понял что вот эти вещи меня угнетают больше всего то есть я уже готов готов совершить прыжок а меня знаешь не пускают дальше это вообще тема такая хреновая у меня то же самое бывает ну а кстати у меня вопрос знаешь какой ты пока тебе долго делают какой-то дизайн или какие-то штуки которые ты ждешь чтобы стартануть не бывает такого что ты перегораешь и у тебя уже появляется другая идея пока тебе не сделали то ну бывает но иногда скорее то скорее я начинаю просто за это время сомневаться в успешной идее не то что я прям перегорел ею потому что я очень скрупулезно подхожу к подготовке то есть я уже когда даю что-то я уже такой все точно вот концепция вот видение вот я придумал все там может детали поменяются и все она начинает размазываться я так и меня на появляются просто сомнения такие да кому она надо да опять фигню придумал вы знаешь такие какие-то уже банальные сомнения то есть я что-то придумал вроде классная но по моему мнению само собой а тут я отдал и так и думаю то блин то никому не понравится сейчас от дизайн сделают я запущу все засрут ну такой кайта знаю по-другому у меня я так долго не продумываю у меня это все эмоционально вот такой я наверно знаешь я вот поймал какую-то мысль и считаю что вот это будет круто короче и с этой мысли я несусь там к дизайнеру или там к людям которые могут мне в этом помочь вот и пока я одну вот на эмоциональном подъеме я ее озвучиваю и мне надо быстро реализация этой штуки короче если это люди меня понимают подхватывают и делают то в принципе я не проигрываю ну как то у меня так всегда получалось вот а если я начинаю думать что-то там менять продумывать дальше где-то что-то тормозит или еще что-то то блин чаще всего я от этой идеи вообще отказываюсь но тогда я начинаю сомневаться уже там же взвешивать а надо ну или нет и эти доработки когда ты начинаешь продумывать там вот эти мелочи что-то еще и но не знаю как я это для себя определяю наверное чем больше ты как-то задрачиваешься вокруг какой-то от одной штуки да то тем труднее потом эта штука будет восприниматься людьми которым ты хочешь и предложить а и когда ты такой уау и люди так же ее о надо все ну такой вот ну блин легкость конечно важна в этом но знаешь вот когда что-то легко далось как будто я сам это уже не так ценю значит такой то я это легко легко у меня это как-то получилось и как-то со свое личное отношение к этому такой же легкой остается знаешь то есть нет такого что я легко что-то достиг а потом пожинаю какие-то лавры да то есть например фидбэк или респект какой-то положительный само собой что я такой блин вот это я молодец нет и думаю блин я схалявил где-то знаешь типа то есть у меня все равно получается я копаю внутрь себя и и и всегда ставлю под сомнение это из получается если я чего-то достиг по моему мнению легко то может и где-то не доработал у меня сразу появляется сомнение в себе может и я мог приложить больше усилий сделать лучше ну такое в общем вот это я тебе про эмоциональные свои дела какие-то рассказал как будто все идет своим чередом люди ожили продажи подросли скажем так то есть в марте было какое-то легкое затишье сейчас вроде движня какой-то появился и ну там отправки что бегаю суючусь но вот морально то есть потому это это рутина то есть вот это то что идет происходит этот правки там восполнение ассортимента это рутина которая была раньше есть сейчас а вот у меня есть же запланированы какие-то новые вещи и вот эти новые вещи я хочу форсировать и не пол не могу потому что упираюсь в те стены что я озвучил вот так потому что мы с тобой каком-то во втором вроде подкасте обсуждали планы там на весну и так далее то есть вот один из этих планов это был мерч который запустил собственно вот можем поговорить про одежду уже и в этом русле и вот у меня есть еще один грандиозный план который вот уперся пока что в дизайнера но мы вроде сдвинулись с мертвой точки вроде нащупали какой-то просто у меня концепт в голове понимаешь вот как это работает мой концепт в голове который я пытаюсь описать словами по факту все равно выглядит по-другому то есть та картинка нарисована мной в голове она зачастую сильно отличается от того что получается на бумаге там или на наклейках и вот в этом проблема иногда даже дизайнер мой делает круче чем я придумал то есть я придумал одно сделано выглядит лучше я такой а вот вот это я понимаю но человек профи да а сейчас я понапридумал слишком сложную концепцию которую нужно превратить в единый какой-то такой комплекс ну в общем я хочу хочу чтобы это получилось я вообще планировал что мы закончим это еще в марте но как видишь его за ныне там но зато будет попозже чем развлечься да да согласен сейчас вот запущу мерчем мерч как нормально воспринимается пошел смотри вот в плане даже одежды я хотел еще я подходил к мерчу так что я могу сделать то есть я начал искать то есть я есть элементы одежды которые ношу постоянно да это кепка это поясная сумка футболки само собой у меня есть еще было там желание худи может попробовать или еще что-то и я начал вот это прощупывать все точки где где какое качество где как реализовывается сколько это стоит само собой и по своим возможностям финансовым и идейным получилось что я могу реализовать футболка кепки и поясные сумки и это и по факту как и с косметикой так и с одеждой я делал чуть ли не для себя то есть то что я постоянно ношу я хотел сделать это себе и поделиться этим с другими собственно как и с бородатой косметикой так далее и по поводу как пошло с немножко странно то есть я думал что некоторые позиции будут лучше продаваться при этом поясные сумки будут лучше продаваться футболок футболки чуть хуже а вышло наоборот то есть кепки снэпбеки сразу пошли у меня там уже не заканчиваются футболки еще хватает но я и много сделал я сделал большой тираж по всем размерам вот и хуже всего идут поясные сумки ну если оценивать линейку то есть вот по продажам по количественным смотреть хотя поясные сумки получились классные я вот как они у меня появились я вот с того времени хожу только с ней хотя у меня коллекция поясных сумок там штук двадцать наверное охренеть зачем тебе так много поясных сумок без понятия я не знаю я их просто покупал и у меня знаешь как вот вот надоела вещь купил новую проходил с ней там три месяца она приелась я купил новую сумку меня сейчас их достаточно много я их чередую под настроение нормально у меня немного но причем знаешь есть какие-то чистолетние такие легенькие а есть наоборот большие там знаешь к в которую можно прям знаешь как пацаны раньше мерили сумки поясные типа литр пива положить можно у меня есть поясная сумка которую два литра можно положить и еще по еще вместо останется для курточки пока что жаловаться не на что я доволен качество мерча и в принципе в нормальный тут продажи хотя я не могу сказать что я очень много усилий предложил для пиара ну если я делал посты stories такое у меня пока вот вот сколько там пару тройку дней прошло как я начал твой мерч пиарить у меня пока вообще нет никакой реакции но и я не могу понять что происходит это именно вот вообще все что связано с бородой шмотками и все что вот у меня такое есть но как-то немножко сейчас тормознулась возможно опять же там может погода может еще что-то не знаю вот у меня почему-то сейчас как-то вот тема чая очень хорошо пошла особенно тема посуды там вот последнюю неделю прям нормально прям так идет все прям мне очень нравится а вот это все встало но и не только твои кепки и мои кепки кормки и мои там какие-то футболки она все как-то так остановилась не знаю надо надо подождать потому что когда в прошлом году твои снэпбэки мне пришли я в принципе но сразу получил какую-то обратную реакцию и сразу кто-то что-то стал покупать сейчас пока не вижу реакции но может вот эта изменчивая погода все-таки сказывается может быть сейчас выйдет сразу начнут какие-то новые футболки там что-то еще искать по футболке ну вот я посмотрел на твою футболку класс это вот как раз та тема которую там но мне в мне мне всегда интересно тоже знаешь такой такая американщина нормальный крой катон блин так классно все это сделано плюс варка это сзади на что саппорт офигенно получается до вдохновлялся немножко западом тут я уже наверно в другую степь немножко пойду я просто равняюсь немножко ну как вдохновляюсь некоторыми производителями западными которые начинали раньше меня которые достигли сейчас определенных высот побольше чем я и они все равно остаются какими-то аутентичными локальными то что западе популярно вот это поддержит свою команду типа сопротив крюса портил окол барберсом он не локал там еще что-то и так далее с поддержи местного производителя вот много всех и всей этой темы там поддержи свою локальную музыкальную группу и прочее и вот мне хочется развиваясь оставаться таким же аутентичным то есть мне не хочется терять в качестве каком-то мне хочется чтобы что вот вот та ответственность которую я чувствую за каждую баночку продукции чтобы она оставалась в будущем даже с ростом масштабов как будто это ну как будто это даже важно не так даже как для клиента как для меня самого это очень важно чувствовать вот эту причастность то есть конечно же в первую очередь я хочу чтобы человек получил конечный продукт максимально хорошего качества но при этом я как производитель хочу отвечать головой за каждую баночку и вот каждая претензия которая если будет какая-то претензия чтобы я смог ее парировать потому что я в ответе за это вот и вот эта прича причастность и вот эта обратная связь это аудитории тоже очень важна и поэтому я решил это воплотить вот в этом слогане типа support your local brewer я конечно долго думал как правильно слово варщик там адаптировать ну как мне показалось брувер наверно самое подходящее хотя это пивовара себя так называют много кто но как будто по смыслу но больше все подходит и с этим котлом как будто идея тоже сразу пришла то есть я долго не думал над дизайном и плюс-минус у тот дизайн который получился на спине вот т.з. практически так и выглядело то есть я очень коряво от руки нарисовал котел кружок вокруг вокруг вот эту фразу сверху там что since там что с 2014 года и все и по факту просто мне потом denis дизайнер скинул три варианта которые просто были разными вариациями одного и того же и вот так получилось да но с футболками в самими футболками все еще проще было я в прошлом году купил от местных барберов харьковских у них нахватил футболку которые они делали где рождению своей своего барбершопа мне очень понравилось качество я все лет отходил футболки она такая плотная хотя и не жарко в ней принт хорошо держался я просто узнал что за футболки где они их отшивали и все они мне ну без проблем поделились этой информацией я обратился туда же и все закрутилось круто да вот вот это кстати вот вот это смерчом вот это было легко то есть вот я вот когда говорил что упираюсь в стену и люди другие меня стопорят а тут было как вообще легко я написал чувакам они сказали где делают я написал тому кто делает там скинул дизайн и он такой ну и он не сроки еще звучал там ну до двух недель до и он пишет мне через пять дней твой заказ готов я такой тю у меня еще ничего остальное не готова знаешь и я прям вот это вдохновило то есть что чувак был заинтересованы своей работе он получил заказ может у него там не знаю какой-то более срочный заказ отменился кто его знает может он просто поставил там ну подвинул мой заказ он быстрее сделался просто так ну то есть без каких-то ну дополнительных эмоций но я это воспринял знаешь как будто чувак был реально заинтересован в том чтобы быстрее отдать этот заказ быстрее получить какие-то деньги я такой ну это ж правильно это правильный подход то есть озвучил сроки ты сделал раньше и я получил еще какую-то эмоцию положительную типа кайф вот вот это была приятная работа и то же самое с поясными сумками было то есть мне сказали одни сроки и отдали их раньше я такой знаешь вот и вот появляется сразу эмоция все идет своим чередом я опережаю график как будто хотя у меня графика толком и не был как тебе удается как это сказать не не заспойлерить то что уже есть и скоро будет еще дождаться когда придет все а потом уже презентовать были на я это сложно я час часто палюсь знаешь что особенно когда что-то одно приехало она уже лежит и ты такой боле на чё она лежит без дела ну морально тяжело то есть просто уже хочется чтобы что-то происходило хочется создать тот тот самый инфоповод ну фиг его я не знаю как это объяснить морожусь но я например футболку напялил в первый же день то есть она только приехала я свой размер excel выбрал и пошуровал гулять то есть в харькове я уже перед кем-то спалился что футболки сделал знаешь там перед какими-то друзьями спалился то есть я сразу одел футболку сразу поясную сумку кепки еще не приехали и пошел луком своим светить куда-то в бары там и так далее пока можно было но в инстаграме то есть вот сложно знаешь у меня был даже такой прикол у меня есть постоянный клиент из запорожья и он покупал уже кепки прошлый раз прошлый мерч вот он написал мне заранее знаешь таким вопросом ну как будто логичным он такой типа здравствуйте а не планируете ли вы что-то из мерча выпускает на осень потому что я бы хотел себе что-то купить но если вы ничего не планируете то я куплю тогда других брендов а если планируете то я подожду я такой блин ну как будто и полить не хочется а потом думаешь ну кому он расскажет я ему дизайн скидывать не буду ну то есть вряд ли он трубить куда-то побежит или еще что-то я такой я ему просто написал будут там поясные сумки футболки кепки он такой снэпбеки будут будут он огонь все тогда жду жду анонса в результате он дождался анонса и снэпбек не взял и взял две футболки то есть видишь по-разному по-разному бывает но да за спойлерить прям очень хочется прям поделиться уже чем-то приходится держать себя в руках ну наверное смерчем пока папа придержусь уже вот я сделал сейчас такой большой релиз и надо теперь ну то есть это уже не прям пройденный но наверное уже этот вот этап то есть уже сделал все распространяем про шмотки больше не думаем в плане чего-то нового надо теперь заниматься основным ассортиментом а если у тебя разберут кепки снэпбеки ты не будешь больше делать не знаю посмотрим на спрос то есть например прошлый раз как будто не хватало бейсболок много людей писала где бейсболки и бейсболки сделал бейсболки все равно берут снэпбеки у меня тоже я сделал уже снэпбеки но видишь я делал вообще когда я делал в январе или когда я уже не помню на зимой делал их думаю сделаю по весне как раз пойдут вот и они так пошли что к весне их не осталось то есть у меня сейчас есть из этих снэпбеков из новой партии три штуки что ли осталось и часть людей писала то что блин дизайн классный но хотелось бы кепку но вот бейсболку потому что снэпбеки вот они как-то и так не ношу а вот к бейсболка было бы классно я запустил бейсболки какую-то часть их купили но небольшую вот их это не считал но с десяток их лежит и сейчас я думаю что вот станет тепло спрос опять появится и наверное мне придется все таки делать снэпбеки но я не люблю повторяться то есть вот точно такие же я уже по-любому делать не буду то есть этот же дизайн повторять мне неинтересно либо его когда-то как-то переиграть либо сделать другие цвета кепок может такое короче не на это дизайн прикольный получился с иероглифами такое стиль его выглядит и пред большой но хочется вот что-то еще и не обязательно на чайную тематику там есть принципе у меня задумки потому что помимо чая же еще и всякие путешествия ты можно сделать делать дальше всякое интересное но пока так притормозило но в планах есть примерно знаешь что у меня в задачнике стоит каждый день там типа накидать дизайн на следующий день продумать дизайн там ну там знаешь с надписями поиграть просто сам это ну вот вот такие моменты можно самому сделать этом дизайнер не нужен особо и так пока пока прикидываю как что но немножко притормозил меня просто еще все же вот эти толстовки худи спортивные штаны все это теплое встало но там их не так много осталось но они встали и я пока знаю что же такое думаю либо их аккуратненько сложить и оставить на осень либо их принтануть сделать limited edition вообще там тотальный короче знаешь но просто своих там несколько штук взять просто на них принты какие-то нанести и продать либо я не знаю просто мне я не я не любитель переносить знаешь там но это можно так назвать там зимней коллекции да на на следующий год но это какой-то потому что осенью будет что-то еще будет что-то другое как бы допродавать остатки того что вот я делал в этом году да там через сезон но как то блин не интересно но видишь это еще упирается твое личное ощущение что как будто же зашквар уже но она такая знаешь там даже вот костюмом уже трудно подобрать у меня есть в несколько но вот в оливе там да я еще могу там пару костюмов наверное собрать по размеру а так они все разбиты уже то есть там худи больше штанов меньше там но надо уже как-то так собирать короче но нет такого что прям можно отложить и в следующем там осенью об этом написать типа вот есть она как бы вроде есть на полках это лежит но по сути особо нечего и презентовать когда если человек придет посмотреть ты мы там да вот смотри вот есть это 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 так то так то либо до доделывать дошивать но там тоже есть свои моменты то что не всегда можно ткань в тон поймать ну типа такой же рулон там через полгода отхватить чтобы он с таким же оттенком был но может немножечко по-другому получится но как понимаю все равно если дошивать то это не получится мало то есть надо ну да да и ну опять же захочет но всегда хочется что-то нового чем мы наверное отличаемся там ты я там от брендов которые выпускают одежду да то что у нас все равно это это больше как мерч да либо какие то но это то что нравится нам и вот мы как бы делимся да вот таким что он поддержка да там бренда там что-то такое небольшое для своих там постоянных клиентов и соответственно ну не хочется мочить какие-то тиражи один за другим всегда хочется знаешь выпустил кто успел тот поймал стал счастливым обладателем вот потом ты делаешь что-то новенькое да там а тот кто такой блин а я хотел вот то ну надо было хоть вот тогда покупать а теперь вот да да ну как то так и так интереснее просто знаешь ты все время ты ну ты какой-то немножко наверное особенный не то что можно на каждом углу там это вот отхватить типа она есть всегда вот эта тема то что этого немножко и она закончится она интересней чем то что там а успея ну это это имиджевая история конечно ну и плюс заметь уже ну последние должны ранее пару лет может лет пять очень большая мода на капсульные коллекции особенно в обуви я не знаю следишь там ты или нет но там кроссовки разные вариации там и так далее там выпускают просто капсульную коллекцию там несколько сотен или тысяч и кто успел тот успел и его это вот только у них в большом бизнесе это создание искусственного дефицита чтобы продать подороже там то есть взяли поменяли там цвет полоски какой-то немного материал там кожаные вставки сделали ну условно и та же модель только немножко по-другому выглядит и уже там стоит например в четыре пять раз дороже ну условно и их мало то есть создали искусственный дефицит продали их дороже и это работает ну плюс там конечно в том же в покупке кроссовок это сникер-хедство там прям есть коллекционеры я поверхностно поверхностно в этом разбираюсь минимально скажем так вот у нас это более имиджевая история и у нас тоже есть искусственный дефицит но искусственный дефицит потому что мы просто немного сделали потому что у нас это не остановить деятельности мы это сделали для для своих для своей аудитории для своих клиентов ну и для себя в том числе у меня такое чувство ну скоро что если я буду сезонно делать мерч что я вообще перестану покупать одежду других брендов ну то есть то есть когда ты чувствуешь что это твое что-то ну что сделано это бой ты как-то но комфортнее уже и носится и как-то уже и принт не так напрягает то есть если вот бывает футболки там меняешь каждый день то я могу со своей уже пару дней не вылазить и такой ночью я же менли клап ну это ж я но это моя футболка ну чё главное успевать стирать и все можешь две себе завести ну да менять и ну то есть как будто уже знаешь то что она ассоциируется со мной же ну в моем в моем случае да то есть это позволяет мне носить ее чаще или дольше и как-то вообще не запариваться по поводу потребления продукции других брендов ну как будто вот что-то что-то в этом есть и то есть само собой вряд ли я начну там делать обувь какую-то или прям зимние куртки или еще что-то но вот такое что часто меняется то есть надо начать еще носки наверное делать там нижнее белье и там шорты штаны и все и вообще и просто можно раз несколько лет потом просто покупать зимние куртки там обувь кроссовки какие-то меняйте все так можно доделать я когда вот отшил эти спортивные штаны и худи тоже из них не не вылажу мне настолько комфортно удобно и я жду когда она уже выйдет со стирки чтобы быстренько опять надеть и ходить ну и плюс худи мне настолько понравилось сам вот этот баф вшитый это сейчас так актуально и удобно я так привык что ну там наш можно не носить с собой маску всегда у тебя при при себе и она находится на шее не где-нибудь там в затасканном кармане там наш ну то что как-то это мне больше это нравится короче ты уже уже привык блин классно потому что заходишь часто много в магазин особенно новую почту еще куда-то все время это надо по-быстренькому когда руки заняты чтобы ты там не цеплять эти уши там не лезть куда-то под кепку накинул удобно комфортно тепло блин мне нравится кайф ну вот ты думал на будущее вот вот я вот иногда думаю каким мер чем можно было бы удивить знаешь вот как как осенью там ну это не мере конечно как у немножко удивил подписчиков твердым одеколоном да то есть вот и меня не доправляются мысли вот чем бы можно было удивить как будто уже ну то снэпбеки в какой-то момент наверное были немножко удивительно то есть хотя в этом прослеживалась какая-то логика такая то есть если не хочешь укладывать волосы оденьки что-то в этом было вот ты думал может ты свои чайники какие-то хочешь или еще что-то да нет другая песня вообще свои чайники это но это 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 сложно конечно или но я просто не погружен в эту тему поэтому вдруг вдруг есть какие-то как это есть же люди которые керамику делают там или из глины что-то но рынок в украине но насколько опять же мне известно я не настолько прям сильно посвящен да но и то что я вижу как бы есть керамисты в украине которые если что-то делают то в основном они торгуют на итси потому что так так лучше продать да свое творчество куда-то туда потому что здесь все время как 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 тебе известно да тут никто не будет платить много денег вот и ну и если есть такие прям почитатели такой вот хендмейт керамики там или еще чего-то но их их не так много вот ну и соответственно для того чтобы тебе керамист делал что-то ну наверное это блин какие-то приличные затраты будет ли он с тобой вообще в этом отношении работать и надо ли она тебе но это такое какое-то та сторона куда я вообще не заглядывал знаешь тут проще с какой-то фабрикой наверное договориться и там делать себе какой-то большой тираж но то опять же таких фабрик но если бы она в украине было то никто бы не пользовался наверное китайской посуды которые все массово тащат сюда с китая ну я чайники все это же тоже глина керамика которая делается там по большей части вручную мастерами которые учатся либо их учениками ну тут это так не развито еще я видел опять же что здесь кто-то что-то делает но она так выглядит может я мало что видел на то что я видел мне кажется что это дети вот на уроках лепки короче делают чайники да я понимаю это я у меня похожее восприятие было по поводу древо обработки то есть те люди ну тут скорее все таки я тоже плохо знаю рынок и особо ну не знаком с мастерами которые работают по дереву но чем я сталкивался это чуваки которые на меня выходили предлагали делать расческой для бороды это вот вот эти рынки знаю это вот эти расчески которые продаются в сувенирных каких-то ларьках там я не знаю морщине в трусковце или вот 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 такое качество то есть без постобработки без покрытия там маслом либо лаком либо еще что-то но очень грустно какая-то история либо наоборот очень крутая работа но она вот но она и стоит соответствующую то есть там уже совсем другой уровень то есть ты покупаешь уже произведение искусства там чуваки что-то вырезают там как-то красиво делают и ты когда думаешь но вряд ли гребень который карманный гребень который можно потерять можно сломать там или еще что-то который нужен для такой все таки практичной функции расчесывания бороды каждый день ну вряд ли есть смысл продавать гребни по 500 600 гривен из дерева ну да но мне периодически пишут чуваки крутые прям ну то есть но я просто не вижу смысла то есть у него ручная работа это будет дорого и не получится делать тираж ну то есть то например 100 штук там вот какой-то тираж прям поэтому все упирается упирается все таки то есть хочется сделать круто но это все равно упирается в кита экономические смыслы то есть соотношение цена-качество издержки какие поставки может совершить и как часто начинаешь вот эти вещи просчитывать и получается невыгодно то есть проще найти чувака со станком который например чпу или там лазер который кроме этого еще делает пост обработку то есть и прям хорошую делает вот проще с таким работать чем с ручной работой вот поэтому знаешь есть конечно какая-то планка желание сделать максимально круто но когда понимаешь что вот это максимально круто может быть либо не не оценен не оценено либо будет стоить слишком дорого то как будто теряется смысл то есть вот это уже чрезмерное качество какое-то а по поводу керамики почему я вдруг заикнулся я себе заказал относительно недавно у парня западной украины кружку он сам лепит но она такая знаешь как произведение искусства он лепит на кружке спереди и лица или какие-то изображения поп-культурные то есть там герой актеров герой фильма я фанат такого персонажа как хелл бой у меня даже татуировка с ним есть и я заказал себе кружку с хелл боем она недавно приехала и честно говоря мне даже не хочется с нее что-то пить она настолько прикольная ну то есть она пол-литровая или 450 миллилитров ну то есть не суть она большая то есть с нее там можно и кофеек пить и она вручную вот это вырезанное лицо хелл боя у него там вот эти рога вот эта сигара торчит изо рта все потом покрыто краской то есть он как я понял лепит вручную вырезает все обжигает потом красит вручную и блин очень крутая кружка знаешь вот я ее держу в руках и вот это прям произведение искусства и как бы я должен из нее что-то пить и мне жалко из нее что-то пить и я ее поставил на полку ну вот в этом случае знаешь ну например как вот мне да там запускать какие-то свои это надо как раз работать не с мастерами а самому становиться мастером тогда это возможно было бы интересно да когда ты там начинаешь увлекаться гончарством ходишь в какую-то мастерскую гончарный круг начинаешь лепить какие-то пиалки кувшинчики что-то смотреть раскрашивать обжигать и со временем возможно да ты начинаешь делать какие-то чашечки классные из которых можно пить чай и продавать их как мастер да как твое творение а договариваться с кем-то чтобы делали под тебя но это не не та история мне это не не интересно интереснее свой чай выпустить например вот это было бы прикольно возможно я ну я думаю что я к этому со временем приду слушай вот я мы с тобой еще ни разу чай не обсуждали и мне вот все-таки как человеку который в общем я сегодня сказал даже эту фразу я понял что мне чай стал безразличен но я не пил пуэр там я не разбираюсь в том чем ты разбираешься вот вот тот чай который люди пьют каждый день там заваривают в этом чайничке как он там погружной или как этот чайник такой знаешь что ты насыпаешь обычный френч пресс или как он называется френч пресс наверное да он по сути кофейник наверное не чайник ну я понял да вот такой типа что ты кинул ну просто обычный какой-то чай там ну именно не пакетик а просто чай там с какими-то лепестками с какой-то пеструшней в общем то есть я в какой-то момент все меньше стал пить чай а сегодня себя поймал на мысли что я прям стал к нему безразличен то есть у меня нет ни негатива ни позитива то есть мне его просто не хочется пить вот то есть хотя кофе я там например у утра да у меня там у меня как небольшая это капсульная кофемашина я себе капсулку поставил сделал кружечку кофе выпил и как будто ритуал совершен день начался можно жить вот а вот чай вот то что я сказал вот безразличие и все и вот ты что же был кофеманом если я правильно помню с чего началась вот эта твоя переход переход этот на темную сторону на чайную сторону был ты ты как был какой-то толчок или оно просто ты эволюционировал и оно постепенно случилось ну что-то запомнилось тебе как-то вот что у тебя случился переломный момент и ты такой блин вот это мое но когда я попил нормальный чай да ну вот у меня это очень понравилось но я тогда его не сравнил вообще вот это вот ну как я опять же для себя определяю не буду говорить там правильно это или нет сравнение чай и кофе вот это очень неверное наверно сравнение то есть это совершенно разные напитки которые никак друг друга не заменяют ну невозможно заменить чаем кофе и кофе чай когда люди например очень часто знаешь типа я хочу перестать пить кофе каким чаем не заменить это вот ну сразу не не неправильная замена замена энергетика так далее какого-то там вещества вот ты сейчас говоришь что у тебя дома капсульная кофеварка ты пьешь кофе потому что у тебя ритуал но тебе не нравится чай потому что ты к нему безразличен вот это сейчас выглядит примерно знаешь как то что у меня дома есть крутой чай там например за 2000 гривен до который я по утрам пью и совершая ритуал и я не понимаю как можно пить нас кафе из пакетика в пластиковом стакане с двумя ложками сахара то есть ты я неправильно сравниваю несравнимый но просто да ты же не нас кафе из пакетика пьешь кофе из капсульной кофеварки наверное разница есть между кофе из капсульной кофеварки за 7 гривен в подворотне ой и то есть из пакетика за 7 гривен в подворотне и кофе который ты делаешь вся дома ну это само собой вот червно чаем то же самое то что просто с чаем чем сложнее то что то что называют чаем здесь блин чаем как таковым по сути не является то что можно купить в магазинах просто любая смесь любые какие-то травы которые надо кидать в воду и запивать ими баранки люди называют чаем а я понял то есть если погружаться именно в чайную тематику то есть чай это именно определенное растение и выращенная по определенной технологии выращены по работали на технологии выращены в определенных местах ну то есть в различных провинциях со своими природными характеристиками с пресса почвой правильно собранным чаем правильно пост обработкой ферментации и плюс правильной транспортировкой хранением и хранением даже в магазинах и вот так то есть там очень-очень очень-очень много нюансов и поэтому я чай воспринимается как таким проводником и можно так сказать живым организмом то есть чай постоянно живет и чай всегда разный и но этот вот так так большая 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 игра очень увлекательной которая все время разная и в которой ты чем глубже погружаешься тем больше дорог тебе открывается как бы и конца и края этому нет ты знаешь вот находишься просто в каком-то другом мире смотри я вот просто как человек который тоже не погруженный ну не погруженный в чайную но и не погруженный особо в кофейную тему я такой потребитель кофе то есть я просто выбрал для себя какие-то определенные вот эти капсулы и я там их пью каждый день и как-то вот лезть туда мне дальше не хочется даже как-то не интересно то есть например вот в вине я бы хотел разбираться да и я пробую периодически разные там виды вина на 1 из разного винограда и для себя делаю какие-то выводы пометки в голове там что вот это мне нравится это нет а вот с кофе у меня такого нет но при этом у меня есть тоже знакомые которые разбираются и ценители этой темы вот они в противовес там вот не противовес ладно говорит говорят тоже похожую какую-то вещь что вот от из одних и тех же зерен можно сделать там разный кофе что там даже там минута как обжарки там ну условно знаешь влияет на конечный результат и что вот каждое отдельное заваривание это произведение тоже искусство и это разные кофе на выходе ну то есть вот какие-то такие такие вещи они тоже говорят я и понимаешь вот почему у обывателя чай и кофе становятся в один ряд потому что и то и то сталь стала субкультурным то есть раньше такого не было ну либо было но в очень узких кругах то есть вот эти кофейни повсеместные среди них все равно же выделяется субкультура трушных барист каких-то они арома кава знаешь да то есть то есть выделяются вот эти чуваки тоже субкультура чаяманов появилась и вот это тоже банальный вопрос в компании знаешь давайте торта поедим чай или кофе и вот и вот понимаешь вот он ну там или вода но то есть все равно этот банальный вопрос который почему-то ставит равно и ты когда не копаешь вглубь а вот как я как обыватель такой со стороны ну то это субкультура какая-то то это являются во многих ситуациях как будто альтернативой друг другу ну то есть тебе вставят между ними выбор часто и ты такой там приходя в ресторанчике кафешки тоже там чай или кофе часто альтернатива есть и поэтому вот есть вот это наверное неправильное но вот как будто равно ну в разговоре появляется просто культура потребления понимаешь на то что мы жили там какое-то продолжительное время в обществе в котором чаем и кофе принято запивать еду что-нибудь сладенькое вот ты поэтому ну исходя из этого она просто ну по твоему как это сказать менталитетами восприятию но это просто какой-то напиток да там можно лимонадом запить можно чаем можно запить кофе но так как наверное мы развиваемся да к нам приходят культуры других народов там традиции мы начинаем в них поглощаться и понимать что это не совсем так и совсем не так как бы и соответственно начинаешь ты когда этим увлекаться ты уже не ассоциируешь чай как жидкость для запивания еды то есть еды там вообще нету это вот чай как раз вот то что ты сказал про вино очень похоже по вот 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 знаешь как дегустации винда когда ловят какие-то там букеты оттенки послевкусие выдержку и прочие вот эти дела да там нюхают пустой бокал после того как там было вино вот вот с чаем тема очень похоже потому что чай дает очень много оттенков послевкусие и состояний и люди которые долго пьют чай ну нарабатывают свою так 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 можно сказать дима как-то выразился приятель чайный вкусотеку классное слово она мне очень нравится наешь вот как фонотека да когда ты такой меломана да 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 вот наработав свою вкусотеку ты можешь по вкусу чая определять с какого региона сырье как его обрабатывали кучу каких-то моментов что есть в послевкусии на каком проливе какой аромат наступает но там очень много моментов и когда ты ну по началу когда ты начинаешь пить тебе все одно и то же ну такой блять ну ну что-то покрепче да ну что-то вот такое но вот а чем больше ты начинаешь пить разного чая и стараться пить его правильно и на нем сосредотачиваться концентрироваться соответственно ты начинаешь уже определять по вот как в фонотеке да что это рок это поп это какая-то примесь а это постпанк также с чаем ты начинаешь уже чай сортировать но у него же есть классификации чаев до регионы выдержки приготовление дешевый сегмент средний дорогой и ты поначалу тоже не выкупаешь в чем разница да и поначалу ты не выкупаешь в чем разница например там заварить его в кружке или заварить в чайнике или заварить в термосе вот а потом ты уже ну со временем ты понимаешь что что вот этот чай заваренный например там в такой-то гайване будет вот такой заварены в этом чайнике он будет такой а заварены в этом такой плюс очень там большую важность имеет вода как ты её кипятил, не переварил ли ты её, из какой ты чашки пьёшь, с каким ты настроением пьёшь, в компании каких людей, короче. Ну, и это всё очень сильно влияет. Ну, и потом ты как бы... Вот я сейчас нахожусь на том этапе, наверное, когда я на подсознании понимаю, какой я сейчас хочу пить чай, в каком чайнике он должен быть заварен, из какой чашки я его буду пить, и какое состояние я от него получу. То есть я уже подготавливаюсь к процессу чаепития, мысленно представляю себе выход. Ну, типа, вот в каком состоянии я буду находиться после того, как я попью чай, и для чего я его пью, и для чего он мне нужен. То есть в момент процедуры чаепития я мысленно привожу свои мысли в порядок, собираюсь, он меня настраивает, выравнивает очень хорошо. То есть, ну, знаешь, когда ты такой немножко не понимаешь, что же тебе надо, с чего начать, да, и какой сделать первый шаг. Вот чай в этом отношении очень хорошо равняет. То есть ты сел, успокоился, посидел, попил, пока ты его пьёшь, ты сосредоточился, сконцентрировался, насладился, подумал, и встаёшь с ясной головой, всё по полочкам разложено, куча времени впереди, приоритеты расставлены, и ты ровно в хорошем настроении двигаешься вплоть до того, что в течение всего дня. То есть и со временем ты понимаешь, с какими чаями тебе удобно вот так вот союзничать, работать, какие тебе нравятся, какие тебе не нравятся, с какими тебе кайфово вот утром попить, там что-то в обед, что-то, возможно, к вечеру. И всё, и это такой, знаешь, это не просто какой-то напиток, что надо попить, а это твой спутник по жизни, такой вот союзник. Вот это классное, знаешь, слово «союзник». То, что помогает тебе двигаться, принимать решения, жить. Ну, с чаем у тебя просто становится немножко, как-то ты по-другому смотришь на свою жизнь, какая-то своя игра. Вот, и существует понятие чайного состояния, когда ты начинаешь его ловить и понимать, что тебе даёт чай, но это очень крутая штука. Это в отличие от кофе, ну, вот как для меня, это намного легче, но, как это сказать, легче, но увереннее. И вот кофе, знаешь, как резкий толчок бодрости, глаза на распашку, хуй знает, что надо делать, но надо что-то делать. А-а-а, вот это вот состояние хаоса, кипиша, которое очень быстро, через полчаса или через час тебя отпускает, и ещё и загоняет в сон. Ну, то есть, оно как бы резкий толчок даёт, а потом резко идёт на спад, и у тебя такие перепады, да, и тебе надо, бля, ещё надо кофе попить, что-то я ни хрена не соображаю. И к концу дня ты какой-то вообще просто непонятный, знаешь, как будто, бля, мячик футбольный, который пиналит целый день. С чаем всё по-другому. Ты его потихоньку пьёшь, резкого толчка нету, но ты такой, знаешь, как будто бы вот просто встал и расправил плечи. И пошёл. И он тебя не отпускает так, что загоняет в сон. То есть, где-то к обеду ты понимаешь, что плечи надо бы ещё чуть расправить, знаешь, вот так в удовольствие. И посидел ещё попил. И многим, ну, многие, как бы, знаешь, на чашу весов ставят то, что кофе можно купить на ходу, и типа ты экономишь время. Потому что не надо с ним так сильно заморачиваться. Хоп, ты быстро сделал, такой попил, и там уже делаешь какие-то дела и попиваешь его. Но в то же время ты кофе выпиваешь больше, и он тебя отпускает быстрее, да? И, ну, вот как я для себя понял, и в итоге ты всё равно настолько у тебя хаотичные мысли, и ты не собранный даже с кофе, да? Что вроде бы ты на нём время сэкономил, но ты его очень много тратишь на свою вот эту вот хаотичную расхлябанность. А на чай, потратив полчаса утреннего времени, ты настолько круто себя собираешь и приводишь в порядок, что твой тайм-менеджмент работает намного круче. И ты делаешь больше дел, экономя время, понимаешь? Ну, то есть, вот эта затрата полчаса на утренний чай, оно окупается вдвойне. Ты знаешь, вот на основании твоих слов, я такой какой-то подыток, мог бы сказать, что чай для тебя, ну, со стороны, как мне показалось, это прикольный инструмент для формирования действительности вокруг себя. Да. Чай, он такой, ну, про него же, как есть, знаешь, такие слова там, как слова-выражения, да? То, что чай утончает восприятие. Чай позволяет посмотреть на вещи под другим углом. То есть, это реально, это такая штука, когда ты его пьёшь, а он тебе подкидывает такие решения твоих задач, которые ты без чая никогда тебе в голову не придут, понимаешь? То есть, вот ты такой, ну, знаешь, ты такой вот всё обдумал, продумал, такой, блин. Попил чай, такой, блядь. О! Ну, вот серьёзно, оно вот так. Но это, опять же, ну, это всё со временем. То есть, если ты сейчас купишь себе, блин, пуэра, скинешь его куда-то в термос, выпьешь, никакое решение тебе в голову не придёт. Со временем, постепенно, и постепенно, вот как ты говоришь, там, я отошёл от кофе, постепенно, знаешь, ты его пьёшь, но я же его пил тоже периодами, да, там, пил-пил, потом пиво попил. Ну, как вот раньше было, да? Там, типа, сейчас лето, я чай не пью, летом я пью пиво. Вот, осенью я пью чай. Ну, такое. И это такая, знаешь, ты не вовлечён в игру. Ты вроде попил, ну, такое, знаешь, ещё пуэрчик, он с похмелья хорошо выгребает, короче, ну, то есть, когда тебе плохо, ты можешь пуэру попить, и он так отпускает немножко, знаешь, ну, хорошо выходить с похмелья, после принятия алкогольных напитков, восстанавливает. Вот. Ну, и оно такое, знаешь, вроде, там, сегодня пьёшь, завтра не пьёшь, послезавтра пьёшь, опять не пьёшь. И ты вроде, типа, начинаешь играть в эту игру, но особого результата не видишь. Ну, вроде прикольно, там, ну, что-то попил, да, вроде чуть-чуть там приободрился. А потом, если ты начинаешь его пить и не употреблять алкоголь, то ты начинаешь понимать уже, что он тебе даёт, знаешь, ну, уже потому что нет воздействия других каких-то веществ на твой организм, и чай уже начинает себя проявлять. А потом ты такой выпиваешь кофе и понимаешь, то, что кофе обломал тебе весь эффект от чая. И то, что у тебя было под чаем, тебе нравится больше, чем то, что кофе. Кофе уже на тебя, знаешь, как такой резкий толчок делает, как будто отравляет твой организм. То есть, у тебя всё было так плавно, хорошо и легко, а тут ворвался какой-то чувак и орёт, короче, у тебя внутри, знаешь, такой, блядь. и, соответственно, постепенно ты начинаешь убирать ещё и кофе. Ну, и сейчас у меня же нету там ни сигарет, ни алкоголя, ни кофе. Кофе от последнего времени я немножко стал пить, но это у меня проблемка со здоровьем, у меня сильно упало давление, было низко, и я чаем его поднять не мог. Вот. И попробовал попить кофе, и, ну, как-то так, знаешь, вроде полегче стало. Вот. А так в основном... Ну, это ты его пил как лекарство, а не в удовольствие. Да, да, да. Вот. А так с чаем, ну, блин, ну, это вот, вот, это просто, о нём можно говорить постоянно, и оно настолько сильно затягивает, то есть там, помимо там, чая, знаешь, там, чая очень много всякого разного, его весь хочется пить. Чем больше ты его пьёшь, тем больше ты вот расширяешь свою вот эту вкусотеку, да, ты больше в него как-то врубаешься, ты понимаешь то, что вот этот тебе вот заходит интересней, потому что вот так, а этот вот это, а потом посуда, блин, ну, посуда тоже очень много значит, она по-разному раскрывает чай. Каждый чайник, каждая какая-то приблуда, она что-то тебе даёт, короче, как течёт вот эта вот струйка из чайника, ты же на ней, ну, чай, вот он же утончает восприятие, ты концентрируешься на процессе, и, соответственно, тебе хочется, чтобы всё было гармонично, вот, и вот эта вот посуда, все вот эти вот маленькие, ну, штучки, они создают полную вот эту гармонию восприятия, знаешь, вот этого чайного состояния, чая самого процесса, это, ну, это такое медитация своеобразная, вот, и ты постоянно в этом деле что-то меняешь, как-то там растёшь, дальше вот играешь реально в эту игру, и поднимаешься там, ну, там на какую-то ступень выше, да, там, хоп-хоп, вот как-то был такой момент, ну, ты всё время ловишь себя на каких-то моментах, когда ты такой, хоп, блядь, типа, вот я пил там определённые пуэрчики, да, вот, я и торгую ими, и пил, и всех, всем рекомендовал кому, особенно там для начинающих, и мне он нравился, такой вкусненький, сладенький, там, то-то, то-то, классно там, то, и состояние, и всё, потом стал пить там другие, потом уровень повыше, потом ещё более хороший, короче, потом хороший, 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 а потом думаю, а дай-ка попью-ка я вот этот, который вот тогда-то был, я его пью, и он пустой, то есть он, он настолько для меня пустой, что он, ну, если бы мне, вот сейчас его в первый раз дали попробовать, я бы больше к нему никогда не вернулся, вот, и я такой, блин, думаю, ого, как к хорошему быстро привыкаешь, да, то есть получается, что ты взобрался, как бы, да, и вниз тебя пускаться уже не хочется, но это не значит, что тот чай плохой, то есть, ну, для меня он уже неинтересный, то есть, как бы, знаешь, я его прошёл, я прошёл эту ступень, я пошёл выше, я, ну, вот там поймал своё, мне интересно, вот, вот в этом уже варится, а тот уже как-то, ну, вот пустовато, вот, но люди, которые, например, только там в чай входят, или там ещё что-то, они его пьют, и говорят, блин, классный, и я себя понимаю, ну, там вспоминаю, там год назад, и он классный, я не могу сказать, что он плохой, он классный, но просто вот, и можно этот классный пить, мне кажется, и четыре года, если, например, ну, он тебе нужен для чего-то определённого, и тебе неинтересно продолжать играть, знаешь, вот идти куда-то дальше, вот эти джунгли, вот, и может быть, всё будет клёво, и оно вот, вот, вот так, блин, очень сильно затягивает. Ну, в принципе, по твоему магазинчику можно даже посмотреть, ну, в принципе, по всему твоему бренду Любомир можно увидеть эволюцию тебя как человека, но по тому же чайному магазинчику можно увидеть твою эволюцию в чайной теме, то есть я сам не погружённый в это, видел твои первые какие-то посты, где ты продавал тот вот этот недорогой ПР какой-то, и сейчас у тебя уже и посуда, и то, и другое, и, то есть я не разбираюсь, всё равно подписан, вижу какие-то посты, я скорее больше с эстетической точки зрения обращаю внимание на этикетки, на дизайн, бывает такое, о, прикольный дизайн, то есть, ну, типа какой чай там непонятно, но классный дизайн, вот, и я вот это всё вижу, и прям у тебя всего стало больше, и прям видно, что ты сильнее погрузился, ну, спустя пройденное время, так сказать, ну, я вот так тебя сейчас слушал, и я поймал себя на мысли, что вот как ты погружаясь в дебри чая, там, всё глубже разбираясь, у меня, я сделал только что вывод, что я, наверное, никогда не брошу пить алкоголь, ну, то есть, я понимаю, что вот, ну, я здраво понимаю, что, как бы, нужно ограничивать, уменьшать количество, это правильно, но при этом, вот то удовольствие, которое я получаю именно от вкуса, вот оно мне настолько нравится, что вряд ли я смогу отказаться, то есть, нужно пить по чуть-чуть, ну, как бы, и разное по чуть-чуть, и под настроение, ну, разное, я имею в виду, не в смысле намешать на вечер разных напитков, и потом будет плохо, а в плане периодически баловать себя какими-то там вином разным, и будет прикольно, вот, потому что вот как ты вкусотека говорил, в плане чая, ну, само собой это касается и вина, но я в плане с вином, я использовал слово, которое больше относится к фильмам, насмотренность, то есть, я не додумался до вкусотеки, конечно, я, так как я люблю фильмы, я, когда начал вот погружаться немножко в эту всю винную историю, я для себя, ну, слово использовал насмотренность, то есть, чтобы мне разобраться, мне нужно просто попробовать очень много разных видов, чтобы я сделал какой-то вывод на основании вот отдельных каких-то там, ну, условно, вот есть Ширас, да, я попробовал какой-то среднестатистический Ширас, вот я попробовал его и такой, ну, не совсем мое там, ну, понял, вот какой-то я вывод сделал, мне не очень понравилось, например, по вкусу, потом я такой, а если я попробую там Ширас, Савиньон, это вот, ну, два сорта винограда, пробую, о, уже совсем другое, мне уже больше нравится, я вот, вот такие вот, вот это я начинаю пробовать разное, и я себе прям записываю в заметку, то есть, я себе раз в неделю где-то позволяю купить себе там бутылочку вина, и подегустировать что-то новенькое, и я уже начал себя ловить на мысли, что, наверное, мне пора заводить блок доступного алкоголя, то есть, то есть, я постепенно начинаю неплохо разбираться в недорогом алкоголе, ну, и не в дешевом, то есть, но средняя цена бутылки вина, которую я себе позволяю, это до 200 гривен, ну, плюс-минус, вот, нормально, и вот в субботу обычно, в субботу я себе обычно делаю выходной, и в субботу вечерком позволяю себе там бутылку вина, но понимаешь, в силу еще своей конституции, то есть, я здоровый тип по 2 метра, и вес у меня 100 с чем-то килограмм, то есть, мне вот эта бутылочка вина, я как компота попил, я ее вообще не ощущаю, ну, то есть, это правда, то есть, я не чувствую себя, у меня нет ни вот этой алкогольной эйфории, то есть, я не чувствую себя пьяным, то есть, у меня не начинается даже, знаешь, это легкое опьянение, когда немножечко что-то ведет, либо чуть-чуть совсем язык становится, знаешь, таким, как это, немножко заплетаться начинает, вот этого всего нет, то есть, я просто попил вкусный напиток, ну, то есть, само собой, наверное, если я выпью бутылку в лицо, ну, за раз, то, наверное, я опьянею сразу, ну, то есть, на короткий срок, но так как я это растягиваю во времени, то есть, я налил себе бокальчик, выпил, налил бокальчик, выпил, и это все растягивается на какой-то промежуток, то я реально попил компотом, то есть, я вот выпил и вообще не ощутил опьянения или чего-то такого, вот, но при этом я ощутил вполне вкус какой-то, я вот смакуя бутылочку эту, я начинаю все-таки, знаешь, подмечать какие-то нотки, делать какие-то выводы, вот, и вот это мне нравится, то есть, возможно, возможно, то, что я говорю, что не чувствую, возможно, все-таки опьянение какое-то есть, и оно меня еще подогревает немного, мой интерес, знаешь, как будто я подсаживаюсь на иглу эту алкогольную, возможно, но, то есть, я не берусь утверждать, просто не знаю, как это работает, все-таки алкоголь, ну, по факту, это легальный наркотик все-таки, сколько проблем с алкоголизмом там и так далее, вот, но я как бы объективно со стороны понимаю, что нужно сократить поглощение, ну, частоту какую-то, количество, чтобы было небольшое, но при этом идти в качество и вот во вкус, и я понял, что вот мне очень нравится вкус хорошего вина, мне очень нравится вкус хорошего виски, да, или хорошей виски, ну, в общем, то есть, и что я прям смакую всю эту историю, поэтому, поэтому вот ты так очень классно рассказал про чай, что я бы хотел, возможно, знаешь, попробовать с кем-то хороший чай, может, как-нибудь мы с тобой увидимся, может, в будущем я попаду в Николаев или еще что-то, я бы с удовольствием попробовал, чтобы сделать для себя какие-то выводы, потому что я вот вспомнил, у меня в университете, когда я еще учился, был такой период, что мы пили с моим сокамерником каждый день пуэр, как это получилось, его отец вернулся из плавания, ну, в рейсы ходит его отец, капитаном, если я не ошибаюсь уже, ну, в общем, не суть, его отец ходит в рейсы, и тогда он привез из Китая или Азии, не знаю, вот куда-то в ту сторону он ходил в рейс, очень много пуэра, привез и прислал сыну, то есть, и мы этот пуэр пили месяц, наверное, каждый день, но, но его, но у него не было никакой культуры потребления, ну, то есть, у него не было, он такой, он просто говорил, что он любит пуэр, и все, ну, то есть, я, мы пили пуэр, не понимая, что мы пьем что-то, возможно, более утонченное, чем обычный какой-то майский чай, знаешь, вот, и я для себя просто сделал вывод тогда, что, ну, это какой-то странный, горький чай, иногда с земляным привкусом, вот, я такой, ну, пуэр и пуэр, то есть, вот у меня тогда вообще было такое отношение, ну, какой-то специфический чай, знаешь, как вот, кто-то пьет какую-то мачу, хотя там вроде вообще не чай, то есть, это что-то специфическое, вот у меня было такое же отношение, вот, это что-то специфическое, ну, вроде норм, и мы просто распечатывали эти кружочки, как или чайная голова это называется, блины, да, блины эти распечатывали, как-то он заваривал, ну, единственное, что он заваривал и мне наливал, но я не помню, чтобы там был прям целый ритуал. Ну, земляной привкус, это уже что-то такое не очень качественное. Наверное, но я помню, что было, то есть, не все, но бывало земляной привкус, я такой, фигня какая-то. Тут еще тоже с чаем такая штука интересная, что, особенно вот с ПР, да, есть люди, которые говорят, что он пахнет рыбой, и, ну, знаешь, там один сказал, второй, потом я там общался с ребятами, и пришел к выводу, что, просто, опять же, та же вкусотека так развита, что, вот, этот вкус, кроме как в рыбе, человек нигде никогда там за свою жизнь не вкушал, и получается, что у него, ну, а он совсем другой, да, но ему не с чем сравнить, и поэтому он ему там отдаленно напоминает рыбу, вот, потому что, ну, да, да, потому что ты такой пьешь, нюхаешь, и по-всякому там эти листья там, блин, ну, там, ну, горький шоколад, да, ну, там, ну, какая-то там, там, сухофрукт, да, ну, вот, что-то такое, орехи, ну, блин, ну, не рыба, вот, но, опять же, это зависит от восприятия, понимаешь, кто-то вино пьет и говорит, что там классный букет, да, какой-то, а кто-то пьет и говорит, блин, спирт разбавленный, всякое же бывает. Ну, это, знаешь, как с тем же мясом или еще что-то, когда, когда ты пробуешь какую-то экзотику, тебе нечем сравнить, и все все равно сравнивают с курицей, там, о, или это свинина, ну, то есть, что напоминает, все равно мы идем по ассоциативным рядам, значит, у меня иногда, знаешь, приходят люди, ну, там, ко мне в гости кто-то заходит, кто, ну, типа, считает, там, что он, возможно, пил пуэр, да, там, или там какой-то китайский чай, там еще что-то, и иногда натыкался на такое, знаешь, когда ты начинаешь с человеком пить, и он вроде, ну, такой, знаток, в кавычках, и такой говорит, блин, я никогда не думал, что пуэр может быть таким вкусным, представляешь, ну, так, ну, просто, значит, вот, какое-то представление, либо люди пили не там, не с теми, не тот, или покупали что-то, какой-то шмурдяк, который называется пуэр, ну, где-то там, особенно, знаешь, здесь куча чайных лавок, где в железных банках много-много разного чая, просто этикетки приклеены, и там, какого тебе только не продадут, вот, оттуда, возможно, тоже, вот, просто тут с чаем еще, ну, я не знаю, наверное, это, не знаю, как с вином, но вот с чаем очень важная еще тема, как я для себя ее понял, то, что чай хорошо пить и покупать у людей, которые чаем живут, но которые его сами пьют, пьют и там восхищены, и просто живут прямо вот в чайной теме, потому что люди, которые просто покупают, ну, контейнерами какой-то чай, и просто его продают через сетевые магазины, у них никогда не будет хорошего чая. Ну, видишь, все-таки, мы в который раз возвращаемся к тому, что, когда есть индивидуальный подход какой-то, и, наверное, все-таки небольшой тираж на этом тоже сказывается, когда небольшие партии, есть какое-то отсортирование и так далее, то есть, это всегда-всегда идет на плюс клиенту. Да. Так что приедешь, попьем. В Харькове, кстати, разве-то же тоже чайная тема, там есть вроде магазинчики, ну, чайных людей там точно хватает. Сто процентов. Я уверен, что такие есть, но почему-то их нету в моем круге общения. Одни алкоголики со мной общаются. Ну, наверное, в принципе, так посмотрел, что я в основном общаюсь с людьми, которые тоже занимаются чем-то своим. То есть, там, вот мой товарищ, который, с которым мы уже очень давно тоже дружим, он делает тату-машинки, например, да, вот сколько мы знакомы, я занимаюсь, я занимаюсь Мэнли Клабом, он занимается тату-машинками. Там еще там подруга, например, у нее там свои барчики по Харькову и так далее. И то есть, так как мы работаем сами на себя, работаем много, там, каждый по-своему трудоголик, то самая, наверное, легкая разрядка – это алкоголь. Ну, в моем случае, в случае с Вадиком, который тату-машинки делает, это еще компьютерные игры. Ну, то есть, хочется иногда просто выдохнуть, и получается, что самое легкое – это либо выпить, либо отвлечься, например, потупить в компьютерную игру, там, и так далее. Так что такое. Но вот чайных ребят как-то нет. Вот, наверное, это единственный, который настолько жестко в это все погрузился даже. Но это, знаешь, со стороны выглядит сначала как сектанство, если честно. Ну, наверное, да. Ты знаешь, такое прям, прям, прям не то, что даже субкультура, даже тут накладывается какое-то уже и мировоззрение, и вот все, что ты говорил до этого. И не только то, что ты там подумать можно как-то, или еще что-то, но вот, короче, куча всего накладывается, и прям. Ну, да. Ну, у меня, если мы вот там вернемся к нашему прошлому подкасту, когда мы разговаривали о моем, да, там, миропонимании, вот, то, что мне чай как раз очень помогает, опять же, ну, как это сказать, в этом же направлении развиваться дальше. То есть, ну, с чаем я как раз могу уходить в себя, там, общаться, думать. Ну, это такой своеобразный ритуал, медитация. Ну, и я так больше чем уверен для китайцев, которые именно пьют чай и занимаются, им это тоже ритуал, ритуал, и, ну, это жизнь, да, это какая-то неотъемлемая часть вообще жизни. Блин, ну, это интересная тема. Ну, наверное, я пока что, знаешь, тоже надо начинать что-то малого пробовать, а потом уже. ты знаешь, наверное, вот, может быть, у тебя было такое, когда ты там заходишь куда-то там в лавку эзотерики, да, там, благовоние, там, какой-то там свет своеобразный, да, там, какие-то там штучки, какие-то колокольчики позвякивают, и, возможно, у тебя немножко, ну, там, ты чувствуешь, что ты попал в другую атмосферу. Есть же такое? Ну, трудно сказать, я просто придет и захожу. Ну, просто, так немножко, ну, вот, просто прикинь для себя, если бы ты там денечек посидел, вот, в этой лавке, вот, в этой атмосфере, все равно оно немножко другое, оно тебя, ну, поворачивает в какую-то другую сторону, вот, с чаем, ну, вот, ну, не то же самое, ну, это какой-то вот проводник, да, немножко в другое состояние, в изменение сознания. Ну, как будто более такое, ну, не во вред, потому что, знаешь, ну, то есть, это тоже, все-таки своего рода зависимость, получается, уже в какой-то, ну, в какой-то, в какой-то момент уже. Там, ну, как бы просто знаешь, мы не говорили там, что это там не наркотик, что это независимость, к чаю невозможно привыкнуть, там, что-то еще, ну, мне кажется, что, ну, как, знаешь, вот, спорят там, про наркоманов, там физическая зависимость, психологическая зависимость, еще какая-то. Вот, забери у меня сейчас весь чай, ну, у меня будут ломки. Я, ну, как минимум, я буду на депресснике. Я буду даже, мне кажется, что я буду даже нервничать очень сильно, потому что, блядь, ну, это как вот, знаешь, как вот у курящего забери сигареты. Ну, да, агрессивность проявится. Потому что ты, как бы, привык, это, ну, блин, это, как сказать, ну, то, что неотъемлемая часть уже, да, твоих будней, твоей жизни, оно всегда рядом, всегда с тобой, и взяли, отняли, блин, ну, как так, нет. Ну, то есть, тут он воспринимается уже не просто, как вот выбежал и попил кофе, а вот как-то по-другому. Хотя кофе тоже, да, там, к нему тоже привыкают, и без кофе будет башка болеть, и тяжело, и, но кофе воспринимается, скорее всего, как мне кажется многими, что его просто надо попить, чтобы проснуться, или там взбодриться, а у чая, ну, более философский подход. Ну, кстати, по поводу кофе, я недавно, ну, относительно недавно смотрел интересный тоже подкаст, с военным медиком, бывшим военным медиком, а сейчас человек занимается научпопом, в общем, на медицинскую тематику. И подкаст был о кофе. Вообще, очень круто чувак рассказывал, фамилия, вдруг кому-то из наших слушателей интересно, водовозов. Очень прикольный мужичок, очень круто рассказывает на различные вот такие тематики, связанные с медициной, и вообще с влиянием разных веществ на наш организм, там, например, про витамины у него есть классный подкаст, про соки там и так далее. Нужно ли их там пить в большом количестве? Ну, если что, ответ не нужно. И витамины, которые мы принимаем, в большей части бесполезны, ну, если что. И витамин С, в большей части тоже бесполезен, который мы принимаем, ну, который люди принято пить там сезонно. То есть, очень толково, классно рассказывается, ссылками на источники, на исследования. И про кофе мне очень понравилось, что очень популярный вопрос, про кофе, вызывает ли он зависимость. Вот. В частности, физиологическую. Вот то, что знаешь, ой, у меня недостаток кофеина в крови, там, вот такие какие-то фразы люди любят использовать. И что было проведено крупное исследование, с его слов, то есть, наверное, какие-то британские ученые. Вот я, ну, вот он рассказывал, что было проведено крупное исследование, и оказалось, что кофеин вызывает, в общем, что можно оценивать, зависимостью расценивать? Это когда в организме какое-то вещество делает какие-то необратимые изменения. То есть, что-то разрушается, либо что-то перестаёт производиться организмом, и теперь это восполняется только с помощью этого вещества, да? То есть, вот, то есть, зависимость, когда произошли необратимые изменения. А кофеин не оказывает в организме необратимых изменений. Те изменения, которые оказывает кофеин, длятся в организме от 3 до 6 часов. Вот, возможно, это и есть вот этот вот выброс там адреналина, там и так далее. То есть, спустя 6 часов максимум нивелируется полностью влияние кофеина на организм. И поэтому, то, что выводится со временем из организма, то есть, и не оказывает вот таких вот долгосрочных каких-то эффектов, не считается врачами, как, ну, медиками, не считается как зависимость, или как вещество, которое вызывает зависимость. То есть, как я понимаю, в данном случае можно говорить только о какой-то зависимости психологической, то есть, о выработанной привычке и так далее. Вот. То есть, и я так послушал, прикольно, то есть, интересно. У него вроде еще вышел подкаст про чай, не уверен, или он просто сказал в то, что чай еще более интересная тема, но про него еще меньше исследований. Вот так. очень сложно проводить просто исследования, потому что нужно получать какие-то достоверные данные, которые можно проверить, повторить, воспроизвести и так далее. А когда у тебя из одних и тех же зерен при одной и той же воде, при одной и той же температуре может получиться разный конечный результат, трудно проводить исследования. Конечно. Вот. Потому что прогнозируемость очень падает. Вот. И вот я вот так послушал, ну, то есть, там очень много еще каких-то фактов интересных рассказывал, но вот я больше всего вот это выцепил для себя про вот эту зависимость. То есть, очень интересно. Так что вдруг тебе или кому-то из слушателей будет интересно, всем рекомендую, на ютубе пишите фамилию водовозов, и там у него куча лекций, куча выступлений, и все интересные. Вот я прям подряд можно врубать плейлисты, слушать. Вот. Так что. Ты вообще как с научпопом? Что-то есть, что тебя интересует? Может, что-то слушаешь? Ты не знаю я даже. Ну, таких водовозовых я точно не слушаю. Ну, знаешь, ну, может, у тебя уже прошел такой момент. У меня просто... Знаешь, вот, я вспомнил себя, может, в каком-то, ну, не то, что в детстве, может, в подростковом возрасте, что у меня была большая страсть к каким-то знаниям. Просто, знаешь, к каким-то фактам. Просто вот я радовался тому, что я что-то узнал. Там, ну, условно, что Сиднея, например, не является столицей Австралии. И такой, знаешь, вот сам вот этот факт, который я узнал, и при этом некоторые люди этого не знают, вводил меня в какое-то элитарное общество знающих. Ну, само собой, это все было только в моей голове. Но вот эти какие-то знания меня как-то делали лучше в моих же глазах. И со временем, ну, это было в подростковом возрасте, то есть мне просто нравилось что-то знать. То есть я читал энциклопедии, ну, само собой, у меня был какой-то мальчиковский такой вкус. То есть я там, у меня были военные энциклопедии, там, еще что-то. Я вот какие-то, мне почему-то в каком-то возрасте нравилось знать столицы просто, столицы разных стран. Я помню, за мамой ходил с энциклопедией, ее там задрачивал. Говорю, мам, мам, а назови страну, типа. Она мне называла любую какую-то рандомную, я ей вбрасывал столицу, а она потом проверяла меня. То есть мне вот такое нравилось. И в какой-то момент, когда я закончил уже университет, когда я уже начал заниматься своим делом, когда я полностью погрузился в него, и когда мой кругозор значительно сузился на деле, которым я занимаюсь, там, на моей какой-то жизни конкретной, появилось очень много бытовухи, я ощутил, что я тупею. Ну, не, точнее так, я, возможно, и не тупел, но я не получал новых знаний, и из этого я чувствовал, что я тупею. И мне захотелось вот этого же чувства подросткового, то есть мне захотелось получать информацию об окружающем мире, но она не новостную, а просто знать лучше окружающий мир, то есть природу какую-то, может, как работают какие-то вещи, ну, знать что-то такое. И оказалось, что очень большое движение научпоповское есть, ну, научно-популярное, по разным сферам, начиная от антропологии, то есть это происхождение человека, и заканчивая какой-нибудь, я не знаю, космосом, астрофизикой и так далее. И много чуваков, просветителей, именитых, которые говорят на сложных вещах доступными словами, вот. И, то есть, я включая какие-то такие ролики, знаешь, когда ты долго чем-то не интересовался, ты такой, ну, то, что Плутон не планета, типа, я помню, да, например, ну, что его признали, убрали из классификации планет, что это теперь карликовая планета, поэтому у нас на одну планету стало меньше. А потом я узнал, почему это случилось, знаешь, и я такой, вау, так вот почему, я думал, просто кому-то взбрело в голову убрать, знаешь, какие-то тупые мысли были. И вот узнавая вот эту природу вещей, то есть, я эти знания по факту могу использовать, вот только поумничать в компании, и это всех бесит. Вот. Но они как будто, знаешь, делают им, возможно, меня лучше перед самим собой, и вот это знание почему-то привносит какой-то комфорт в мою жизнь. Прикольно. Я просто, знаешь, сейчас у тебя слушаю такой, и думаю, блин, вот у меня все время есть такая проблема, что я не могу работать и что-то слушать, или что-то смотреть, кроме музыки. Может быть, даже в каком-то подкасте я об этом говорил. Вот. А так как работа занимает очень много времени, то получается, что времени на то, чтобы что-то послушать и посмотреть, остается очень мало. Вот. И последнее, что я слушаю, я там слушаю ряд каких-то там подкастов, когда утром гуляю с собакой, готовлю себе завтрак, вот, и, возможно, вечером, когда гуляю с собакой, я дослушиваю все остальное время, блин, но я реально занимаюсь работой и пытаюсь заставлять себя перед сном читать. Вот. Ну, читаю я сейчас про ангарского маньяка. А, я понял. Это журналистка написала книгу, Да. Я просто ее сначала услышал в Куджи подкасте она была, потом еще в одном подкасте в... Потом в редакции она была еще? Да, в редакции, ну, и, короче, заинтересовала эта тема, и вот теперь я ее книгу читаю, вот уже, уже больше половины прочитал, ну, интересно, интересно. Ну, Куджи слушать стал, мне тоже как-то посоветовали, ну, вот, выпуск только выходит, я сразу слушаю. Очень. А Куджи я тоже слушаю, крутой подкаст. Ну, тут, скорее, прикольный тандем. Да, прям мне нравится, я иногда даже в голосину ржать начинаю, когда гуляю с собакой на улице. Просто идешь, идешь, заржал. Прохожие иногда ему пугаются, мне кажется. Вот видишь, а я, у меня как-то получилось перестроить, устроить свой какой-то рабочий быт, потому что, вот, музыку на работе я слушать наоборот не могу. У меня вот абсолютно диаметральная ситуация. Для меня послушать музыку, это целое событие. Во-первых, я не фанат плейлистов, я слушаю музыку альбомами, вот у меня какое-то альбомное мышление. Во-вторых, для меня послушать музыку, это целое событие. Если выходит какой-то новый альбом, то мне хочется дома просто сесть, одеть наушники, в наушниках сидеть и слушать музыку. Не залипать в телефон, не смотреть в ноут, а вот просто сидеть и слушать. Для меня вот этот процесс прослушивания музыки, достаточно сложно его организовать. То есть мне нужно выделить время свободное, чтобы меня никто не задалбывал, чтобы я сел и там 40 минут послушал альбом и такой, и я делаю вывод все равно, это был хороший альбом или плохой альбом, а потом уже выделяю какие-то песни в этом альбоме. Не знаю, как у меня так получилось, вот у меня вот такое, не трековое восприятие и не клиповое восприятие, а вот альбомное. И на работе почему-то, хотя по идее все создано для того, чтобы слушать музыку. Я музыку слушаю в последнее время вообще очень редко, хотя я большой фанат там просто, ну музыки, я люблю музыку, но блин, я жестко подсел на подкасты, лекции, какие-то блоги какие-то, вот на всю вот эту хрень, особенно на карантине. И я просто прихожу, открываю свой фид Ютуба и у меня, знаешь, все подкасты есть на Ютубе, которые мне интересны. Тот же Куджи, который не выходит с видео, Ниндзя, у них есть еще, Куджи Ниндзя, он же, они тоже выкладывают его на Ютуб, просто на отдельный канал. Тоже врубил аудио, а у меня, так как очень много работы, которая не требует, знаешь, большого ума, скажем так. То есть я выполняю какие-то вещи все-таки, ну фасовка, например, или поклейка на клеек на баночке, либо еще что-то. Это достаточно рутинная, монотонная вещь, которую ты просто делаешь, повторяешь одни и те же движения из раза в раз. И иногда, конечно, прикольно ничего не слушать, там час просто думать, там, о каких-то своих планах будущих и так далее. Но в какой-то момент тебе все-таки хочется не извиняющей этой тишины, а компании какой-то. И подкаст это прикольная компания, которая забивает вот эту тишину. Да, у меня наоборот. У меня, видишь, если я начну служить подкасты, то я не смогу читать, что мне пишут люди, клиенты, сосредотачиваться на том, что надо что-то написать. Ну у меня все равно у меня идет больше я произвожу контент. Вот. И общаюсь с клиентами. У меня даже так бывает, что я с утра вот слушаю, например, какой-то подкаст и захожу домой. Ну, например, если я там занимаюсь там приготовлением завтрака, я его слушаю. Если я беру в руки телефон и начинаю смотреть уже, что мне написали, я понимаю, что я, он у меня в ухе играет, но я его уже не слушаю. И поэтому я его уже выключаю, а с музыкой все, в принципе, нормально. Такие дела. Ну прикольно, знаешь, вот. Ну, если тебе вдруг будет интересно или кто-то послушал нас и стало интересно, можете написать мне. Я поскидываю там, может, интересные имена. Я в какой-то момент дико угорел по антропологии, вот происхождение человека. Есть два, так сказать, есть два чувака, которые из России, которые очень жестко двигают всю эту тему. И я прям по их лекциям посидел, то есть прикольно. Ну, то есть вот они мне доказали, что мы произошли от обезьяны. Они мне продали эту идею, ну, не идею, эту. И вот из их лекций я узнал, что, например, эволюция на данный момент в научном мире это признанный факт. то есть что, знаешь, многие там религиозные люди говорят, что, ну, что там в вашей эволюции, это же всего лишь теория. Ну, вот часто есть такой аргумент, эволюция это всего лишь теория. Ну, так вот, не теория. Есть теория эволюции, да, есть такая вещь, но сама эволюция это признанный научный факт. И я такой, блин, прикольно, новый аргумент в споре. Но это просто ты этих чуваков послушал, понимаешь, и появится у тебя кто-нибудь, кто послушал других чуваков, будет тебе там что-то свое доказывать. Я поэтому в такие штуки вообще стараюсь не лезть, ни с кем не спорить, знаешь, но ты же, ну, как бы для себя тебе это вот понравилось, ну, да, блин, классно, вот, классные чуваки, которые двигаются, вот, и вот это вот признано настоящее. Ну, это, конечно, это я, конечно, пошутил по поводу аргументов в спорах, но ты знаешь, все-таки, ну, как минимум в научном мире очень важен авторитет ученого, да, но кроме авторитета, все-таки, вот в чем крутость всего этого мира, очень высокая конкурентность, и все проверяют друг друга, ну, нельзя просто ляпнуть лишнего, чтобы кто-то, что-то тебя, ну, не поддержал, либо не опроверг, не опроверг, понимаешь, то есть, ну, нельзя там вбросить какую-то рандомную вещь, и, ну, нужно отвечать за свои слова, вот наука, наука учит несколько вещам, как по мне, наука учит, во-первых, мечтать, и стремиться в какие-то неопознанные дали, открывать что-то новое, и наука, кроме такого, общего какого-то философского понятия, там, мечта, что мы должны что-то придумать новое, она еще учит отвечать за свой базар, вот, и вот это очень круто, как по мне, а по поводу антропологов, я вспомнил еще фамилии, это Дробышевский и Соколов, это крутые чуваки, и у них есть заслуженные регалии, то есть, они защитили докторские, там, и так далее, это не просто, знаешь, не хрен с горы какой-то, я еще что хотел сказать, они придумали крутую вещь, они сделали форум, который называется «Ученые против мифов», и как по мне, это вообще гениальная идея, то есть, они создали форум, на который приходят простые люди, то есть, вот, типа любой желающий, ну, пока билеты есть, само собой, происходит он там раз в квартал, если я не ошибаюсь, в чем смысл, берется какая-то область науки и берутся самые распространенные мифы, ну, к примеру, там, правда ли, что земля плоская, есть же сейчас вот почему-то вдруг появилось очень много плоскоземельщиков, которые сомневаются в том, что земля круглая, или там, какие-то вот банальные мифы, а правда ли, что американцы были на Луне и приглашают лектора, чувака, который там доцент там, который преподаватель там, который там научные работы писал там, бла-бла-бла, и он отвечает на вот эти тупые вопросы, то есть, у него час лекции, он сделает презентацию и отвечает на вот эти достаточно, наверное, для него тупые вопросы, там, а правда ли, что инопланетяне построили пирамиды, ну, вот какие-то такие, понял, и приглашают египтолога, который был на раскопках в Египте, и который рассказывает, что нет, египтяне правда их построили, вот, поэтому, я вот, я не знаю просто как тебе, но я в какой-то момент просто, вот, знаешь, оно тоже затягивает по-своему, просто ты узнаешь что-то новое, такой, блин, я хочу еще знать больше про это, вот, мне это все очень интересно, хотя оно абсолютно бесполезно, если так подумать, ну, что от этого знания, ну, понимаешь? Ну, аргумент в спорах, разве что, раньше была такая передача, помнишь, для детей, наверное, «Хочу все знать» называлась, или не для детей, была какая-то по телевизору такая, да, что-то было такое, и «Галилео» был еще, может, помнишь такую, ну, вот, вот, вот я к чему вел, то есть, ну, я же говорю, может, ты уже прошел этот этап, но я вот, знаешь, вот, как будто боязнь отупеть, подтолкнула меня вспомнить свой какой-то вот этот юношеский запал, к новой информации, и, в принципе, оно, знаешь, как-то пришло на каком-то уровне и вошло в мою жизнь, все это, то есть, вот сейчас, возможно, я не очень много сейчас читаю книг, потому что мой трудоголизм все-таки побеждает это, но на работе, если есть возможность узнать что-то новое, послушать какую-то прикольную лекцию, я это сделаю, и, в принципе, эти вещи учат еще какому-то рациональному взгляду на жизнь, то есть, например, когда началась эта фигня с ковидом, то есть, вот это, вот это, коронавирус, само слово появилось, я такой, блин, я не буду сейчас, типа, смотреть, что такое, ну, какое-то хайповое видео, я просто посмотрел какие-то старые лекции, вообще, что такое вирус, ну, как он работает, любой вирус, какая его, условно, цель существования, там, и так далее, я такой, а, ну, понятно, ну, тут ничего сложного, то есть, то есть я понял, как он распространяется там, ну, не конкретно коронавирус, а как вирусы работают, я такой, а, ну, да, ну, тут как бы ничего сложного, то есть коронавирус мог появиться, знаешь, вот так, Я провел какую-то, ну не могу сказать, это исследовательскую работу, я просто провел какой-то анализ информации разной и такой, ну понятно, нам с этим жить. Но мне стало спокойнее, ну понял, я узнал, то есть это не что-то новое, это не первый коронавирус в нашей жизни, ну то есть мы не столкнулись с чем-то неопознанным. Это вот очередной коронавирус, с которым столкнулись люди. Почему коронавирус, тоже банальное название, то есть потому что у него строение, вот эта корона у него есть. Ну такой, все понятно, все просто, то есть как бы ученые уже с этим сталкивались, уже есть исследования, то есть я такой, ну все, я успокоился и такой, ну главное теперь не заболеть. Не заболел? Нет. Причем, Очень хорошо. Причем, знаешь, я был недавно до дня рождения, на прошлых выходных, и виделся с товарищем, с которым давно не виделся, ну пару месяцев, и он за это время успел переболеть, и даже в больнице полежал 4 дня. И мы что-то обсуждали, и оказывается, что просто многие наши знакомые скрывают, что они болели. То есть я, например, ну общаюсь с разными людьми, многие говорят, а я уже переболел, а я уже переболел. А оказалось, что очень большой пласт людей скрывал, что переболел. И вот когда вот, например, мой товарищ начал болеть и выкладывал сторис из больницы, что ему очень большое количество людей уже, ну начал отвечать, что вот и я переболел, и я переболел. И мы начали так считать круг общения наш, и получается почти все уже переболели на самом деле. Скоро по второму кругу будет. Да, да, да. Ну а я пока, блин, я на самом деле, я немножко даже себя, знаешь, настращал всеми теми разговорами, все переболели, а я до сих пор нет. И я такой, ну вряд ли я какой-то особенный, знаешь, что я этот, тот самый пациент, у которого резист. Ну вряд ли я этот какой-то особый человек. То есть, скорее всего, мне пока просто везло. Я, блин, вот боюсь заболеть немного. То есть, не прямо у меня, конечно, панический страх, но у меня стремает это. Я уже такой, блин, я бы уже вакцинировался, знаешь, такой, я бы вакцинировался от греха подальше. А, блин, как у нас вакцинируется страна, как бы все видели, поэтому не скоро это случится. Да, что, будем закругляться? Да, да, я тебя, наверное, перегрузил немножко. Не, я просто смотрю на часы и уже пора, как говорят, в кудже запизделись. Да, запизделись. Ребята, если вдруг меня было слишком много во второй половине подкаста, извините, я человек увлекающийся. Не, это замечательно. Вдруг кому-то стало интересно. Да, пишите, вдруг кому-то интересно, я там ссылочки покидаю. В следующий подкаст будем обсуждать коронавирус, его последствия. Да? И, наверное, раз мы так хорошо коснулись музыки, можем... Про музыку поговорить. Да, можем зацепить. Все-таки, как я понимаю, музыка – это та вещь, которая сильно повлияла на наше взросление и по-разному повлияла, как я понимаю. А можно еще про миноксидил? Да, давай. Ну, не сейчас, а на следующем подкасте. Да, да, да. Ну, у меня, скажем так, я, когда он только появился, я немножко изучил, что это такое, как это работает. Ага. И такой, ага, мне этого не надо. Ну, то есть, мне, в принципе, есть что сказать, но это не будет какая-то прям суперистина, знаешь. Так что, ребят, слушайте в следующем подкасте. Что такое? Это штука миноксидин. Ну, кстати, могу сразу сказать, он работает. Ну, ну, прям работает. Но надо ли вам это, вот это уже мы обсудим. Ну, и вдруг есть что вкинуть в комментариях, может, темы какие-то или замечания. Всегда рады, конструктив приветствуется. Поэтому, как видите, мы не стоим на месте, развиваемся. Да, так что мы смотрим антропологов. Всё, пока. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok